Привет, друзья! Вы слышали когда-нибудь, что в обыкновенных светодиодах может быть самая настоящая ЭВМ? Это будет очень короткий ролик обзорный, в котором я буквально по паре слов скажу, что может скрываться под видом обыкновенного вот такого светодиода. Но прежде чем мы начнем, давайте его засветим. Вы скоро узнаете, что в светодиодах есть самые настоящие электронно-вычислительные машины. Погнали! Вот эти вот большие, это линзованные светодиоды, обыкновенные, они светятся при подаче напряжения. Среди них один маленький, почти СМД, это фотодиод, он воспринимает инфракрасное излучение. Рядышком лежит вот такая чудесная светодиодная сборка, которая именуется матрица, из нескольких светодиодных кристаллов в одном флаконе, или в стакане, потому что он граненый. Дальше идут обыкновенные светящиеся сверхяркие светодиоды в пластиковых корпусах, почти линзованных, но просто рассеивающих облучение. Излучение. А вот это в таком же корпусе, но это фототранзистор. Не фотодиод, а фототранзистор. Рядышком с ним излучающий инфракрасный светодиод, свет которого мы так просто не увидим. Рядом с этим светодиодом его пара. Фотодиод, такой же инфракрасный в черном корпусе. Он воспринимает инфракрасные лучи. А вот это более интересный светодиод и фотодиод. Два кристалла в одном корпусе. Если включить его в одной полярности, этот светодиод будет светодиодом, а в другой полярности фотодиодом, инфракрасным. Так часто делают, это удобно делать. Это так называемая фотопара, но только используется она немножко в интересных схемах. А дальше, похожий на светодиод, но тоже светодиодный фотодатчик, который я выпаял из какого-то сотового телефона, с датчиком ультрафиолетового облучения. То есть, это фотодиод, чувствительный к ультрафиолету. Далее, вот этот светодиод у нас светится разными цветами, потому что содержит разные кристаллы и имеет разные выводы для разных кристаллов. Может светиться зеленым, синим и красным. То, что вам кажется обыкновенным светодиодом, на самом деле двухвольтовый стабилитрон, который при достижении двух вольт начинает светиться. Служит для стабилизации напряжения и часто наблюдается в японских магнитолах и калькуляторах. Дальше у нас идут старинные светодиоды, особенностью которых является очень большой ток потребления и очень большой обратный ток. В частности, вот этот светодиод АЛ, если их подключить парой друг к другу навстречу, то их можно будет запускать в разной полярности так, что сперва будет светиться один, а поменяв полярность будет светиться другой. И, наконец, те самые светодиоды с ЭВМ. Первый светодиод может показаться, что в нем просто схема мультивибратора, хотя на самом деле тут мультивибратора нет. Вот этими перемаргиваниями синий и красный управляет на самом деле чип, контроллер или же микросхема с процессором и с тактовым генератором. Чтобы в этом убедиться, можно взять вот такой вот светодиод, в котором микрокомпьютер внутри этого светодиода исполняет не просто перемаргивание цветов, а еще и некоторую мелодию, которую можно услышать, если подключить динамик. Посмотрите, тут светодиодики моргают не как в мультивибраторе, они изменяют частоту. Со временем вспышки меняются плавными переливами, а потом наоборот, просто промаргивают. Все это делает именно электронно-вычислительная машина или маленький микропроцессор, упрятанный вот в таком небольшом корпусе. А на этом все. Пока. До следующих встреч.